Девушки отдыхают Новый светлый зал, уникальная 3D-сцена с подсветкой, обновленные сидения, безупречная акустика. Это все у нас в Музыкальном колледже. После капитального ремонта открылся обновленный концертный зал. Этот проект принадлежит нашему архитектору Эмилю Серазидинову. Теперь Нижнекамский концертный зал может дать фору любому столичному. Опробовать новую сцену пригласили знаменитый камерный оркестр «Ля Примавера». Зрители остались в восторге как от игры, так и от обстановки. С 1 января произошли изменения в федеральном законе о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора. Согласно которому, пожаловаться на недобросовестного продавца или изготовителя товара можно будет после предварительного предъявления претензии самому нарушителю. То есть сначала вы решаете вопрос с предприятием, нарушившим ваш закон. Если это не дало результатов, тогда можете смело идти в Роспотребнадзор. Таковы изменения. Хотя, по словам Рустама Изиатулина, в Нижнекамске будут работать и по старой схеме. Тех, кто будет обращаться сразу в отдел защиты прав потребителей и разворачивать, не собираются. Обращения будут приниматься и рассматриваться. Накануне вечером в Нижнекамске на перекрестке Мира Баки Варманче водитель автомобиля Hyundai Solaris при движении с улицы Симбике в сторону проспекта Химиков, управляя автомашиной на регулировом перекрестке, выехал на второе пересечение на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 7-й модели, водителя которого после ДТП доставили в больницу. Песни о Рождестве, добре и нравственности исполнили воспитанники воскресных школ Нижнекамска. В Центре детского творчества имени Ильдуса Садыкова прошел второй по счету Рождественский и Пархальный фестиваль. Всего на сцене выступило около 160 участников. Все они посещают воскресные школы. После праздничного концерта для детей провели игры и подарили сладкие подарки. Ясную и практически безветренную погоду обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха может опуститься до минуса 20 градусов. А через пару часов мы вновь расскажем вам о самых последних событиях, которые произошли в городе и районе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntrdfees24.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин